Здарова, народ! И смотрите, какую интересную и очень рискованную позицию среди кучи деревьев займет наш игрок на ЛТГ. У нас довольно интересное сражение, динамичное, поэтому настраиваемся, боецки, будет то, что надо, тем более наш герой сейчас покажет классные позиции, в общем, все то, что мы с вами любим. Ну и попали вверх списка, много здесь танков шестых уровней, в принципе, по полкоманды, это радует по две арты, более-менее еще пойдет для ЛТГ, в принципе, арта не так уж и страшна, да, но, тем не менее, все же лучше не подставляться под нее. И начинаем на стрел, по тайпу 58 уже полетело, первое поздравление, сейчас еще разок повторим, если он сильно будет баловаться там, да? Вот СМВшка выкатывает, ля-ля-ля-ля-ля, хочет тычку получить, но очень стесняется, ну что поделать, такие ребята они стеснительные, ничего с этим не сделаешь, да? Да, очень хочет тычку, но никак, никак, стеснение не побоет. Ладно, проезжаем вперед, ломаем еще больше деревьев и поджимаемся, смотри, тут вообще под гору здесь еще одна вот такая интересная позиция низиной. Мы проехали и теперь выглядываем и работаем по противникам, и вроде даже мы, никто нас не должен простреливать там справа, да, если, конечно, сильно в тыл нашей команде не зайдут. Ну а так потихонечку выезжаем, от башни работаем, если бы вот еще от АКВ не получали, было бы вообще все шикарно. Да, 65-2, добираем, и от Супер Хеллкета рикошетик нормально, это фартануло, Супер Хеллкет мог и протеребонькать нашу броню, в принципе, ля. Карма мгновенная, да? Сами танканули, хрен пойми как, да? И тут же он на центр 85-ка точно таким же образом танкует. То, что вот 100% почти должно было залетать, да, не получилось. Ну, попыточка номер 2, ля, прям в душу заглядывает. Сюда же, на нас посматривает, светиться опасно тут. А не светиться не получается, потому что противники прям очень рядышком. Опа, опа, а кто это там? Мистер Волшебное Бревно катится, посмотрите, тоже нужно немножечко его освежить. Полетело, еще и с поджогом освежили нормально. Так, ой, еще разочек, как же горит, дружище. Тебе никто там не советовал все-таки огнетушитель возить, а? Не, не слышал об этом. Или там на доппоечке нормально, да, играется отлично. Доппоек то, что нужно, да? А потом задница выгорает на все хп. Да ничего страшного, главное же вкусно покушать там доппоечек то, что надо. Так, ладно. 1600 урона, в принципе, уже 3 фрага. То есть наш ЛТГшич, я считаю, достойно реализовывает здесь такую рисковую позицию в деревьях. Но здесь дальше уже находиться, считает наш герой, неинтересно ему. Так, тут нашу СУ-100 обрабатывают. Посмотри, что делают. Осеменяют ее там по полной. Надо это как-то решать. Но не получилось спасти СУ-100, ну что ж поделаешь. Такая у нее участь в этом бою. Так, Сеттер, братюнь, ты же там справишься, да? Вон Сеттерочек наш там бодается с ПТшечкой. Давай там, не выдумай ерунды. Выехал, добрал, все отлично у тебя должно быть. Так, ну вроде Сеттер должен справиться. Так, погнали тогда дальше. По флангу, в принципе, мы так неплохо их подчистили. Теперь можно проезжать прямиком на базу. И тут вам можно пару приветов 85-очки на центре карты, которая тут разгуливает. Зафинтелюхать. Нормально, на 184 полетела. Приветики. Ля, еще тут арта нас поджидает. Артоводы, а вы где там? Снимайте плащ-невидимку. И сейчас будет вам немножечко приятно. Так, или неприятно. Ну это уж вы сами решите. ГВ-пантерка и второй здесь. Ты смотри, у них тут кладка, да? Гнездышко. Яичечки там свои высиживают. А ну-ка, сейчас мы немножечко расшевелим их детенышей. Так, ГВ-пантерка, получите. А то маленькие арточки тут родятся. Сидят тут вдвоем. Ой-ой-ой. А это уже в позе находится, да? Для получения любви. Нормально. АМХ-13, Ф3. До свидания. Расшевелили артоводское гнездышко тут, да? А то уж вылупились бы там уже сейчас маленькие артоводы. Какие-нибудь, да? Так, ладно. Шутеечки про арту. Проехали. А здесь у нас КВ-2. Получите, распишитесь КВ-2. Утрамбовали на 65 такой с легкой руки. И медаль воина. Вот так вот красиво, по-моему, сыграно первая часть сражения. Шесть фрагов. Войносик. Почему нет? Я считаю неплохо. Ну, ситуация, правда, на карте полная задница. Арту добрали. Нашу арту он тоже в итоге расшевелили там по полной артоводов наших. Что поделать? Так, 13.75 там на краю сидит. Так, ладно. 13.75 хитрый. Там очень опасная позиция. Пока он там сидит, лучше вообще на ту половину карты не ссуваться. 85-ку. Выцелим седьмой фраг уже ЛТГ заколачивать. Ты смотри какой, а. Ну, тут на самом деле сейчас опасно. Там Супер Хеллкэт или сейчас не будет Супер Хеллкэт? А ни хрена себе как высвечиваем чётенько. Вот это было по красоте. Восьмой фраг ЛТГ, братан. Что ты делаешь? Расскажи, пожалуйста. Что ты вытворяешь, серьёзно? Это какая-то жесть. Так, 13.75. А ты чё там с корабля на бал прибыл, а? Сидел же там нормально на корабле наверху. Куда ты спустился? С Септера нашего обижать едете? Не-не-не, мы не дадим в обиду. Или дадим... Ой, дадим, походу. 58 хп, всё. С Септера забалабенили. Так, ну вот зато у нас тут есть Мистер Ис, по которому можно поработать. Один в четыре. Остаётся наш герой. Вот такая очень непростая ситуация на финалочку у нас вырисовывается. И как тут наш ЛТГ будет это всё дело растаскивать? Большой вопрос. Так, там Ис вдоль базы едет. HTC ещё попробуй пробей этого товарища. Тем более у нас все ББхи остались. Придётся только крутить. С дистанцией мы с ним ничего, походу, не сделаем. Так, ну ладно, прокатываемся дальше. Мимо HTC надо проезжать. Ну его нафиг. Потом мы с ним поговорим. Так. Ну погнали вперёд. Кто у нас здесь? Должен быть ВК-2801-105. Нормально подловили HTC в бочиночку. Сейчас будет поворачивать. Мы вроде бы не светимся. Ля, залетает-то как? Так, вот это уже радует. Может добьёмся с HTC, нет? Нет, он отсветился. Ну да ладно. Поехали тогда дальше. Продолжим, так сказать, наш добрый путь. По дорожечке вот здесь. Аккуратненько. Едем делать добрые дела. Вот отправлять в следующий бой. Так. Ой-ой-ой, АМХ-1375 тоже попался. Не, просто, я не знаю, какой-то ниндзя. Что творит? 1375-го. Едем здесь реально по дорожке вдоль вот этого... Вот этой горы огромной, которая справа от нас. И потихонечку одного за другим ловим противников. Затерявшихся. Кстати, народ, пока наш герой тут разрывает, напомню, давайте вам, что спонсор этого видоса парни из классного сайта. Водхаб, где вы можете себе получать золото и премиум танки. Советую вот на Водхаб контейнер в запасе, из которого всегда выпадает исключительно золото. Залетайте и открывайте. Я вот сам открывал, он там 69 рубчиков, по-моему, стоит, да? Я открывал и выбивал 7000 золота себе. Было очень приятненько за 69 рубчиков. 7 косарей голды отхватить. Неплохо. А к тому же там всегда, каждым открытием, гарантированно голда выпадает. Вот сами посмотрите, какие призы там. И 25 тысяч голды, и 10, и 12 500. В общем, вариантов много. Мы тут HTC добираем. Четко ловит, конечно, всегда противники не у дел остаются. Но тут от ИСа очень опасно. Ля-ля-ля, подожди. Подожди. Вот здесь опасный момент. И гол, да? Есть. Добрали ВК-2801-105 и за нами гонится. Сейчас будем что-то с ИСом придумывать. Ну, а я давайте дорасскажу. Если вы будете, прям сейчас по ссылочке на Воткап, если перейдете, обязательно найдите вверху сайта вот эту кнопочку промокод. Прожмите это. Туда надо указать вот этот наш классный промокод, который на экране каждый, кто его вводит, получает гарантированный подарок-бонус при пополнении счета. Ссылочка и промокод на Воткап в описании. Залетайте обязательно. Все там ищите. Ну, а мы здесь доберем ИСа или нет? Ты посмотри. С ИСом все не так просто. Попробуй его выцелить. Кстати, вот на Воткап еще есть классные контейнеры с танками. Тоже вот. Можете попробовать. Там ИС-3 СМЗ можно попробовать выбить. Ну, там вообще прям танков огромное количество. В общем, все в описании. Промокод, ссылка, все там. Так, ну, а мы смотрим дальше. С ИСом как-то немножечко не задалось. Заныкался он там. И теперь попробуем. Может, поехать просто ворваться на него. Но союзники пишут, не спеши, пересвечивай. Он слепой. Вот нам Квасецкий советует. Может, он и прав. Так, ну, видите. Пересвечиваем спокойно. Действительно, ИС не может нас высветить. И в итоге добираем и оформляем победу. Вот такая красота. 12 фрагов. Давайте к итогам. Так, ну и тут у нас бои. На основной калибре танки снайпер. Полпаскучий мастер. 4109 дамага и 12 фрагов. Вот такая красота. Вверху справа прошло видос. Залетайте, смотрите тоже. В описании под видео заглядывайте. А мы с вами, народ, увидимся в новых роликах, которые очень скоро будут на канале. Пока, народ!